Привет, друзья! Меня зовут Константин Мальгин, я являюсь сессионным музыкантом и записываю барабаны на студии. Кстати, вам могу тоже пару треков записать, если хотите. Сегодня я пришел сюда в PopMusic для того, чтобы рассказать вам пару интересных историй, поделиться секретами, сыграть пару фишек, и я надеюсь, вам будет это очень интересно. Друзья, для того, чтобы разнообразить ваши барабанные рисунки, я предлагаю вам следующее упражнение, которое я сам часто делаю перед репетициями. И смысл их состоит в том, что вы концентрируетесь при игре на одной из своих конечностей. Например, начинаете разнообразно играть своей ногой, или после этого вы начинаете разнообразно играть левую руку и так далее, на хай-хете. Ну, сейчас покажу, будет, может быть, более-менее понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы, наверное, так же, как и я, являетесь поклонниками сайта YouTube и видели многочисленное количество роликов, посвященных барабанам и игре на барабанах. Я хочу вам дать совет. Большинство этих роликов действительно очень эффективно и помогают. Я лично сам смотрел эти ролики и многое почерпнул из них. Но то, что буду сегодня показывать, я не видел ни в одном ролике. Я надеюсь, это вам поможет в вашей игре. Важный совет, который хочу дать для начинающих барабанщиков, это сконцентрироваться не на всей динамике игры, а на отдельных конечностях. То есть, например, добавить немного хай-хета или убавить его, добавить малого или убавить его по динамике, по громкости. Попробуйте варьировать и найти именно тот вариант, который вас устроит. Не нужно играть с одинаковой динамикой во все барабаны и тарелки. Сейчас продемонстрирую. Еще один важный совет, который хочу дать для начинающих и не только, это максимально расслабляться. То есть, вы должны усилием воли расслаблять все свои конечности. При игре неосознанно вы начинаете напрягаться и не можете контролировать свои конечности. Поэтому расслабляйтесь. Сейчас немножко продемонстрирую, как это обычно бывает и как надо. Обычно бывает вот так. Так делать не надо, а надо делать вот так. То есть, вы сели, руки расслабили, все расслабилось, тело и поехали. Я надеюсь, это понятно. Следующий совет. Для того, чтобы играть более-менее ровно и стабильно, я сам лично иногда применяю такой способ, как считать про себя доли. То есть, мысленно про себя я произношу раз, два, три, четыре и так далее. Это, я не знаю по какой причине, но это очень выравнивает игру. И, кстати, очень помогает при игре на кардане. Например. Вот, вы видели, что я про себя считал, и для меня это более комфортно, и я играю более ровно. Вот так. Друзья, наверное, всех вас интересует, как не ломать палки. Наверное, кого-то из вас это интересует. Есть два способа. Первый способ – не трогать их вообще. Второй способ, который я сейчас вам покажу. Как обычно играет начинающий барабанщик. Он играет как получится. То есть, вот так. Ребром в тарелку. Или сюда в тарелку. От этого очень быстро ломаются палки. Не нужно этого делать ни в коем случае. Играйте всегда сверху хлёстким ударом. Я, например, за последнее время очень мало ломал палок. Даже не помню, когда последний раз ломал. Играйте всегда сверху. Не вот так. Так делать не нужно ни в коем случае. Это был ещё один совет. И, наконец, завершающий совет, который я хочу вам дать. Может быть, он будет немного банальный, но он очень важный. Вы обязательно должны слушать басиста. Если, конечно, в вашей группе есть басист. И басист должен слушать вас. Если вы не совпадаете, это полная лажа. Если вы совпадаете с кликом, но не совпадаете с басистом, это полная лажа. Поэтому, если басист на вас не обращает внимания, возьмите что-нибудь очень тяжёлое и бросьте в него. Обратите на себя внимание. И после этого скажите. Чувак, слушай меня, а я буду слушать тебя. И тогда у вас будет полное взаимопонимание. И, к счастью, вам будет и радость, друзья. На этом всё. Всем привет. Удачи, подписывайтесь, ставьте лайки. PopMusic is the best. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok